кто давно подписан на мой канал тот знает что я увлекаюсь велосипедами байдаркой триатлоном и в целом виду активный образ жизни недавно у меня вышел ролик из дубая где мы как раз катались на велосипедах по городу среди небоскребов очень классный можете посмотреть последние 10 лет я живу в москве живу не в центре живу за мкадом и регулярно езжу на велосипеде не просто катаюсь по району или по парку еду из дома до работы у меня расстояние занимает около 24 километров я могу поехать на велосипеде на работу и потом также вернуться то есть это порядка 50 километров в общей сложности здесь на видео как раз мой маршрут из микрорайона митина до бауманской то есть такие замкадыш выезжает из окраины города и едет через весь центр сразу же напрашивается вопрос насколько сложно ехать и какая вообще в целом инфраструктура на этом участке для удобства можно открыть карту велосипедных дорожек вела москва на сайте мосбайк я выезжаю из митина дальше проезжаю под мкадом через трикотажную выезжаю на улицу вала коламская еду вдоль тушиной стадиона спартака дальше вдоль стадиона динамо к белорусскому вокзалу потом я еду по садовому кольцу до красных ворот и дальше на бауманскую в моем микрорайоне в митина я бы сказал что с велой инфраструктуры достаточно все неплохо там делает велодорожки там есть большой митинский парк также с оборудованными велодорожками и целом достаточно все неплохо но есть основная главная проблема при движении на велосипеде в центр допустим памяти на вы едете по пятницкому шоссе там есть велодорожки есть дублеры потом когда вам надо выехать из микрорайона и преодолеть мкад начинается самое интересное потому что велодорожки обрубаются и для того чтобы преодолеть мкад вам придется пользоваться своей креативностью человеку неопытному который не умеет ездить на велосипеде по проезжей части и у которого скорость достаточно низкая это сделать будет достаточно сложно и потом если посмотреть на карту то от мкада начинается волоколамское шоссе и там голубой линии показаны велодорожки на самом деле это не велодорожки это выделенная полоса для общественного транспорта и тут опять же можно сказать что неопытному человеку ездить по выделенке будет сложно и немножко стрёмно к тому же на волоколамском шоссе в определенных местах разрешена езда до 80 километров но как мы знаем у нас есть нештрафуемый порог в 20 километров и там многие гоняют под сотку и конечно когда вы едете по городу и мимо вас проезжают лихачи на скорости 100 километров в час это тоже не самое приятное ощущение кстати о скорости движения по городу сейчас средняя скорость автомобиля в москве она составляет 23 километра в час а именно внутри задового кольца меньше 20 километров в час я посчитал своем приложении garmin connect что моя средняя скорость движения за последний месяц на велосипеде составила почти 24 километра то есть на велосипеде я двигаюсь быстрее чем в среднем автомобиле по москве если вы посмотрите весь мой путь от митина до бауманской то заметите что москву сложно назвать вело городом по нескольким причинам прежде всего что таких же велосипедистов как и я в городе найти очень сложно то есть сейчас всех велосипедистов в москве у их на все это население достаточно мало можно разделить на несколько категорий я разделяю их на несколько категорий там мое субъективное мнение первое это оля футбол по вторникам также оля велосипед по субботам то есть когда люди достают свой велик с балкона на выходной день или раз в месяц и катаются там где-то у себя в районе или в парке ну или с друзьями едут куда-то в центр посмотреть какие-то объекты вторая категория велосипедистов это те кто использует велосипед для работы то есть какие-то курьеры доставщики ну и так далее третья категория велосипедистов это спортсмены которые в принципе занимаются велосипедным спортом профессионально и четвертая категория это та категория которой я себя отношу это те кто использует велосипед как повседневный транспорт или как замена повседневному транспорту потому что это быстрее потому что это прикольнее интереснее есть польза для здоровья ну и плюс это экологично если вы просмотрите весь ролик то заметите что велосипедистов на пути практически не встречается если сравнивать москву с любым другим европейским городом который позиционирует себя как ну скажем велофрендли то сравнение просто никакого нет потому что в других городах велосипедистов намного больше это все как раз упирается в велоинфраструктуру москве ежедневно вместе с курьерами совершается около 90 тысяч велопоездок для сравнения в том же лондоне где население меньше количество велопоездок почти в 10 раз больше конечно это все влияет велоинфраструктура и на данный момент у нас все-таки большая часть велосипедных дорожек относится к выделенным полосам автомобильного движения что по факту велодорожками не является следующий момент это при езде по городу необходимо соединять между собой микрорайоны чтобы велосипедист мог безопасно выехать из одного района в другой у меня на видео наглядно видно что для того чтобы выехать из заметила скажем в тушино или строгино необходимо ехать по шоссе сколько вообще стоит построить велодорожку один километр велодорожки обходится приблизительно в 20 миллионов рублей то есть ли каждый житель москвы и потратит за год хотя бы тысячу рублей на велоинфраструктуру это позволит построить 700 километров велодорожек по словам потратить я конечно же имею ввиду чтобы из наших налогов государство вложилась и развила инфраструктуру для меня на данный момент остается загадкой почему ежегодно в моем районе я вижу как перестилают асфальт но при этом не продумывает дело инфраструктуру следующая для меня загадка это почему с многими городскими объектами не оборудуются велопарковки я допустим хожу в фитнес-центр онегин на бауманской в прошлом году там была велопарковка куда можно было пристегнуть велосипед но в этом году почему-то ее убрали и теперь велосипед приходится бросать где-то рядом с залом то же самое касается и моего бизнес-центра велопарковки там также нет и поэтому все кто приезжает на велосипедах привязывают их либо к деревьев либо к каким-то столбам еще одна причина по которой реальных велосипедистов в москве достаточно мало это то что около трех миллионов жителей приезжают в москву на работу из-за ее пределов под реальными велосипедистами я имею ввиду тех кто не взял велосипед в аренду на одной из станций о которой приехал в москву или на своем велосипеде или со своим велосипедом а из этих трех миллионов ежедневно приезжающих полтора миллиона а приезжают либо на пригородных поездах либо на автобусах и казалось бы почему бы не ехать на своем велосипеде здесь все достаточно просто потому что опять же у нас не развита инфраструктура для велосипедистов если вы пробовали залезть в электричку с велосипедом в час пик то сами понимаете насколько это стремно на все вагоны где едут тысячи людей на работу предусмотрено всего несколько велосипедных мест я неоднократно ездил на электричках и видел как велосипеды просто набросаны друг на друга если сравнивать с примерами из других стран то не сложно догадаться что здесь нужно прорабатывать велоинфраструктуру не только в центре москвы а и в московской области чтобы велосипедисты из своих домов могли без проблем доезжать до каких-то вокзалов или автостанций из ребята вы не верите в то что развитие велоинфраструктуры может иметь место за пределами москвы то вы ошибаетесь и пример этому проект вело 1 это проект который уже запущен это веломаршрут который будет соединять москву и санкт-петербург и протяженность его составит более тысячи километров сейчас уже сделан участок от я храмы до дубны длина его 56 километров вдоль канала имени москвы то есть осталось доделать всего 950 километров до проект очень амбициозные если все будет развиваться такими темпами как идет сейчас то понадобится еще 19 лет чтобы закончить его но если говорить серьезно то я очень рад что такой проект есть что начало ему положено и я уверен что в будущем этот проект привлечет больше инвестиций и все будет развиваться гораздо быстрее и я уверен что это будет отличный пример для того чтобы похожие проекты развивались и продвигались в других регионах сейчас везде во всем мире популяризируется велотуризм это не только потому что это полезно для здоровья а просто потому что это экологически чистый вид путешествий путешествуя на велосипеде вы видите мир совершенно в других красках вы можете останавливаться возле любых объектов и велосипед дает вам определенное чувство свободы вы можете добраться до места куда на поезде на машине или на самолете вы никак не доберетесь велосипедный отдых дает путешественникам ощущение независимости гибкости велосипедисты сами решают когда и как быстро они хотят ехать на велосипеде само же развитие велотуризма является одним из основных способов с помощью которых сообщества могут извлекать экономическую выгоду в различных странах проводились исследования где измерялась экономическая выгода для общества от развития велотуризма и было подсчитано что регионы зарабатывают миллиарды на развитие велоинфраструктуры но я так плавно подошел к самой очевидной части пользе езды на велосипеде регулярные катания на велосипеде стимулируют и улучшают ваше сердце легкие кровообращение снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний вы укрепляете свои сердечные мышцы снижается пульс в состоянии покоя и снижается уровень жира в крови и в целом если мы говорим о здоровье нации о средней продолжительности жизни то развитие велоинфраструктуры имеет прямое для этого значения все худеющие кто бесконечно качает пресс как вы думаете влияет ли езда на велосипеде на сжигание жира да хотя ваши мышцы живота и не работают так сильно как ваши квадрицепсы или ягодицы когда вы едете на велосипеде но от езды на велосипеде есть огромный аэробный эффект то есть это позволяет вам сжигать лишние килограммы на этой хорошей ноте о пользе езды на велосипеде я заканчиваю свой монолог но видео на этом моменте не заканчивается если вас успокаивают московские трассы вы можете продолжить смотреть ролик и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...